Здравствуйте! Добрый день! Получил книгу с очень интересными воспоминаниями своих однокурсников. Послушайте несколько отрывков о жизни студентов Якутского университета тех лет. Жили весело, беззаботно. Стипендия 35 рублей хватало на еду. Складывались по 30 рублей. По очереди готовили обед и ужин. Студенты из северных улусов из дома привозили или получали оказии рыбу. Старостин Сергей из Оликминска иногда получал мясо-белки, а мы чаще всего привозили зайчатину или мясо. Так что все попробовали, угощали друг друга, чем могли. Увлекались русскими шашками, резались в карты, устраивали ежемесячные внутрикомнатные шашечные турниры. На второй год удалось добиться места в общежитии, которое находилось далеко от центра. В районе рабочего городка в неприспособленном для общежития здании. В комнате нас было целых 13 девушек. Несмотря на то, что нас было много в одном небольшом пространстве, мы прекрасно уживались. Дружили и поддерживали друг друга. Помню, однажды мы попробовали беличи мясо, которое показалось нам очень даже вкусным. Это была посылка для коти из Ленского района. С особой теплотой вспоминаю корпус номер 13. Как мы были счастливы, устроившись в нашей комнате. Я, Степанова Валя, Говорова Мавра и Боришева Аля. Три года совместного проживания оставили только теплые воспоминания и грусть о безвозвратно ушедших студенческих годах. Жили дружно, как родные сестры. Учились друг у друга, аккуратности. Ответственности, организованности, доброте и сопереживанию. Позднее к нашей четверке примкнула Прохорова Валя. На стипендию в 35 рублей мы очень даже прилично питались. На деньги. Отведенные на ежедневные расходы, дежурный покупал продукты и готовил еду. А качество и разнообразие меню зависело от конкретной личности, его умения, старания и фантазии. Альбини мама отправляла варенье из черной смородины. Просто объедение. Однажды мы, открыв посылку, с ужасом обнаружили, что банка разбилась. Конечно, мы не стали выбрасывать ее. Осторожно убрали осколки и съели варенье. Благо, оно было очень густое, местами и мерзлое. Альбина всегда была в каких-то заботах, раздавала стипендии, собирала деньги на какие-то мероприятия. Вечно что-то организовывала. Она была профоргом группы. К тому же, как недавно выяснилось, она держала у себя финансовые средства некоторых безответственных товарищей. Господи, тут бы свои средства как-то сохранить и довести до очередной стипендии, не то, что чужие. Вот такая у нас Альбина. Вот и нынче она взяла ответственность за издание книги о нашем выпуске. Помним, также очень дружно жили в общежитии, как одна большая семья. Как нам было надежно, уютно во главе со старостой собираться всей группой. Ходить в кино, в театр, в майские, ноябрьские демонстрации. В походы за город, встречать праздники и просто веселиться как дети. Однажды в общежитии всей группой увлеклись и до глубокой ночи, вплоть до утра сидели, составляли программы. Так было интересно для нас программирование на ЭВМ. Если программа считалась теоретически верной, то получали разрешение, как награду. Внести ее, собственноручно, в ЭВМ, на Ире. Единственную в то время ЭВМ на факультете. Мы, студенты 60-70-х годов, отличались иным отношением к науке и его служителям. Нас отличало полное и добровольное подчинение учителям. Беспрекословное выполнение всех их указаний, удивительная тяга к знаниям, чувство глубокого удовлетворения от полученных знаний, стремление знать больше, боязнь стать серыми, ограниченными. Невзрачными у каждого из нас было высоко развито чувство человеческого достоинства, ответственности и внутренней порядочности. Да, нам действительно выпало счастье учиться у первых якутских математиков-ученых, педагогов высшей школы. Нас учили по-настоящему преданные своему делу мастера-преподаватели. Это была плеяда прекрасных учителей, вложивших в нас те крепкие знания, которые впоследствии дали замечательные научные плоды. Именно они по сей день являются для нас ярким примером высокой математической образованности, интеллигентности и гражданской нравственности. В те времена студентам билеты на самолеты продавали с 50% скидкой, поэтому в каникулы можно было слетать в разные города и мы этим пользовались. В январе 1970 года, учась на четвертом курсе ФМФ, мы, Аля Баишева и Валя Прохорова, полетели на зимние каникулы по городам Ленинград, Рига, Москва. Перед отъездом наш однокурсник, Батюшкин Володя, попросил нас написать в Москве его фамилию на снегу, таким образом он тоже как бы побывает в Москве. Мы вначале полетели в Ленинград, устроились в общежитии студентов педагогического института. Экскурсоводом по художественным музеям и Эрмитажу был Иннокентьев Николай, студент художественного института. Благодаря ему мы, далекие от искусства люди, смогли оценить картины замечательных художников. Неизгладимое впечатление произвело посещение кунсткамеры. Побывали на знаменитом крейсере «Аврора». По вечерам посещали театры, кинотеатры. В Ленинграде я проходил преддипломную практику, о чем рассказываю в видео «Ленинградские годы» и «Мои первые теоремы». В этом видео я ограничу своими впечатлениями от своих соседей в общежитии Ленинградского университета в Старом Петергофе. Я жил с тремя студентами. Самый старший по возрасту Михаил был из Кронштадта. Он поступил в университет после работы на заводе и был нормальным, очень позитивным советским молодым человеком. Второй сосед был студентом юридического факультета и часто ругался на общественной науке, особенно на марксистско-ленинскую философию, называя эти предметы лженауками. Это вызвало мое некоторое удивление, ибо в Якутске мы таких высказываний не допускали. Но самое большое удивление я получил от своего третьего соседа. Его звали, кажется, Юрий, и был он родом из Днепропетровска. Он учился японскому языку на восточном факультете и хвастался блестящими перспективами, которые ему дает эта специальность будущей профессиональной жизни. Мои соседи быстро заметили, что мне не нравится матерщина. Выяснив, что у якутов нету сильных ругательств, они были крайне удивлены и стали меня прилежно учить различным сложным видам матерщины и ругательств. В общем, сложились довольно дружеские отношения, я бы сказал, даже доверительные. Например, юрист рассказал, что после окончания школы они поехали на пикник, напились и устроили оргию. А Юрий рассказал, что он потерял невинность в пионерском лагере, соблазненный своей пионервожатой. Было много других откровенных разговоров. Например, Юрий часто, смея с хохотом, читал нам свою переписку с одной финской девушкой-комсомолкой. Некоторые из этих писем имели примерно следующее содержание. Пишу вам после комсомольского собрания, где нам рассказали об очередной инициативе партии и правительства. Но на самом деле он любил учить не решения партии и правительства, а песни из репертуаров западных модных ансамблей. Каждую субботу и воскресенье Михаил уезжал себе домой в Кронштадт. Студент-юрист тоже часто отсутствовал. В эти дни по вечерам Юрий приглашал одну или двух девушек. Пел им под гитару песни на английском языке. Я пытался заснуть, повернувшись в стене, а песни продолжались. Если бы меня не было, то должна бы начаться, несомненно, настоящая оргия. Дело кончилось тем, что из моего чемодана украли 100 рублей. Этого не мог сделать Михаил, настоящий советский молодой человек. Маловероятно, что это сделал студент-юрист. Я думаю, что это сделал Юрий, которому я мешал по субботам и воскресеньям. Я не стал понимать никакого скандала и улетел к себе в Якутск. К счастью, за два месяца я успел завершить свою дипломную работу, получить положительный отзыв и даже приглашение в аспирантуру. Мои друзья в Якутске, узнавшие, почему я вернулся чуть раньше, сказали «рыба, гниет с головы». Продолжение следует...